Озеро Светлое умирает. Так считают дачники, которые возделывают свои участки рядом с водоёмом. Ещё несколько лет назад здесь можно было плавать вдоль и поперёк. На некоторых деревьях даже сохранились тарзанки, с которых подростки прыгали в воду. Озеро было хорошее, нормальное. Плавали до того конца. Всё хорошо. До самого сентября можно было плавать. А вот как раскопали там, всё. В июле уже по колено, считай. Не плавать ничего. Вот здесь вот все ютятся вместе с детьми. Не поплавать ничего нельзя. Хорошая рыба, крупная рыба. А сейчас сгорит, кости все валяются. Всё. Дохла рыба. Нету. Сейчас даже в середине озера глубина около полутора метров. Поскольку водоём обмелел, вода в нём нагревается быстро. И водоросли заполоняют всё пространство. Из светлого исчезли раки, умирает рыба. И дачники знают причину гибели водоёма. Тот пригнал технику. Здесь вырыли канаву, ведущую в ту сторону. И наше озеро с тех пор стало очень мелким. Уровень понизился где-то на метр. Ребята собирались вручную. Одну канаву засыпали. В итоге приехала техника, выкопала другую канаву. Ещё больше глубины и ширины. Наполнение озера водой происходит в половодье, когда вся округа превращается в заливные луга. Кроме этого, помогают и родники. Поэтому вода здесь всегда светлая и чистая. Кому понадобилось рыть канаву, которая никуда не ведёт, но понижает уровень озера, дачники не знают. Садоводы подозревают, что это дело рук браконьеров. Мол, они во время спада воды сетями вытаскивают рыбу, которую течение внесёт к узкой канаве. Но неужели ради сиюминутной выгоды эти браконьеры готовы погубить целый водоём, недоумевают дачники. На днях они вновь засыпали место раскопок глиной и землёй. Скоро грядёт паводок, поэтому они надеются сохранить воду в озере. Глядишь, вновь наполнится жизнью водоём. А вот в другом озере, расположенном неподалёку, купаться и удить рыбу нельзя. Маховое входит в систему очистки сточных вод. Вот этот пруд – это искусственное сооружение, которое построено на месте озера, пересохшего Качкарь. В него все сточные воды после очистных сооружений городских попадают. Здесь проходит дополнительная очистка. Вот, как видите, пруд зарос камышом, он частично заилен. Там, где стоки попадают в пруд, он заилен полностью. Глубина 15-20-30 сантиметров всего-навсего. Пруд требует очистки. Несмотря на всю прозрачность воды, рыбы здесь практически нет. Высокий уровень химических веществ не позволяет ей размножаться. И отсутствие живности также нарушает баланс. Маховое начало зарастать и мелеть. Для оздоровления данного водоема мы решили, и вот сегодня выпустили рыбу, малек белого амура и малек толстолобика. Эти рыбы, они очень много потребляют в пищу растительности. Думаем, что с их помощью берега будут у нас почище. И пруд в естественных условиях будет оздоровлен. Этот пруд-аэратор строился вместе с комбинатом химволокна и был предназначен для сброса сточных вод с этого предприятия. Но со временем превратился в систему водоотведения для всего города. Сюда идут стоки сочистных сооружений. Этот пруд должен сдерживать загрязняющие вещества перед выходом в Волгу. Она прозрачная, но не совсем она чистая. В ней довольно-таки высокие содержания загрязняющих веществ аммонийной группы. По этим показателям предельно допустимой концентрации для рыбохозяйственного водоёма меньше примерно в 30 раз. То есть, как говорят учёные рыбоводы, рыба в этих условиях может жить. Ну, посмотрим, как практика всё покажет. Будет она там жить или не будет жить, это такой тестовый вариант. Какая-то странная штука получается. Мёртвое озеро Маховое водопользователь пытается оживить с помощью природных миллиараторов. Потому что понимает, если не сделать этого сейчас, то водоём окончательно пересохнет, и восстановить его будет сложно. А живое озеро Светлое, которое питается родниками, какие-то злоумышленники пытаются убить, вырывая канавы и выводя из него воду в поля. Как будто не понимает, что через пару лет такого варварства от чистейшего водоёма могут остаться лишь воспоминания.